привет привет дорогие мои друзья подписчики гости моего канала и просто хорошие люди с вами валентина дорогие друзья погодка сегодня замечательно после трех недель дождей первый день солнышко светит так я быстренько воспользовалась этой погодкой красивой солнечной и умотала в центр магазин соседи ходила скупилась козлятом смеси добавила чтобы быстрее росли детская смесь детскую смесь покупаю для козлят прошлась по нужным организациям на почту сходила уселась вот на лавочке посидеть дорогие мои друзья и с вами поболтать рассказать вам какая у нас радость первый день солнышко выглянуло просто жить захотелось после трех недель дождей дорогие мои друзья так вот сейчас немножко посижу отдохну и пойду на автобус поехал поеду домой дома ждут хозяйство огород и другие домашние дела домохозяйки здесь у нас дорогие мои друзья лицей училище такое агротехническое агрономы учатся напротив аптека и здесь супермаркет соседи вот в таком парке я уселась на несколько минут посидеть отдохнуть снять вам свой магазин который я чаще всего хожу раньше ездила в евро опт сейчас мы туда почти не ездим цены такие же товар такой же так что нечего мотаться нам далеко вот здесь поблизи в центре все есть было бы желание чего-то покупать люди продают на кладбище цветочки разные всякие так дорогие мои друзья пошла я потихонечку на автобус ребята у нас сегодня первый день как я уже говорила солнечная погода и мы не вытерпели чтобы не выпустить своих коз вот такая хорошая погодка солнышко муж шьет ошейники им козлятам их тоже нельзя баловать просто так отпускать потому что я с ними гулять не буду и такое гуляние что я рядом сижу а может часик два попасутся или во дворе на клумбах вот здесь на травке или за двором но больше чем на час-полтора мы не будем их выпускать так что моя белка пасется марточку тоже уже привязали а я на еще носится еще на нее хавут не одели пока сестричкой вдвоем козлятки подрастают молочка им конечно уже у мамы не хватает на двоих поэтому покупаем смесь для детского питания и добавляем им уже смеси ну где-то литру смеси я им добавляю учитывая утром и вечером пополам с молочком марта вообще не хочет пить не знаю почему она пьет очень мало молочка а я на наверное пытается догнать упущенное при рождении она родилась на целый килограмм меньше и сейчас она я на я на я на и сейчас она меньше на килограмм весит взвешивали в месяц но мест она побольше от марточки так они резвятся утром и вечером я их подкармливаю а днем они целый день с козой мама на молочко рядом ночуют они тоже отдельно покормили вечером 6 часов ведем 6 до 7 управляемся покормили они они ели молоко мама на целый день потом подкормила я их сколько кто смог съесть и в отдельный но и загородочку там мы им ложим только сена вот я на я на разбегалась у нас до я на я на морда моя малая красивая так что ребята стараюсь им их приучать зерновым плющеный овес даю плющ и понемножку комбикорма досыпаю просто по капельке это если они ложку вдвоем утром ложку вечером съедят то это хорошо непривыкшие молочко им лучше всего да еще и мамы не какое-нибудь там магазинное другое добавляем просто чисто символически если не хватает детской каши которую едят детки от 6 до 12 месяцев потому что козлята растут быстрее чем дети так что вот такие у нас дела белка тоже у нас не сильно крупная козочка мелкая хоть кушает нормально и молочко дает более менее нормально считаем нам я считаю нормально для нас хватает мы по чашке в день выпиваем а то все остальное козлята утром сдоели по чашечке выпили но только начинаем пить потому что все время доставалось козлятам козлят сейчас отучаем что ты там лазишь Яна иди сюда Яна Яна носится где попало потому что она без привязи но сейчас мы ее тоже привяжем сразу как привыкнут на привязи то так и будет все время не будут иди сюда Яна Яна на уток смотрит боится уток сараи куры есть они не боятся кур привыкшие а уток нету в сарае она подходит он потихоньку к уткам и что-то помякивает утки уже тоже на угол перебираются в ожидании кормежки Яна иди сюда Яна 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 иди сюда сейчас привяжем не будешь лазить где зря а то у нас и туи козлята очень любят туи кушать молоденькие туйки посадили они их переедят и другие цветы любят кушать козлята это такие ребята в прошлом году долго не привязывали жалели их пусть побегают порезвятся так они только выскакивают и сразу в туи вот так вот они у нас гуляют травка такая хорошая дожди шли три недели подряд не проходили так травка поднялась козлятушки на травке я боюсь только молодежь не будет ли им хуже когда они напасутся они ж непривычные еще до травы один раз мы их выпускали так немножко погулять вот скучает где-то делась Яна потеряли Яну и давай мекать тут а Яна путешествует мне и хочется по всему двору ходит мы сейчас дождемся уже мой супруг сошьет ей поводок ошейничек и она будет у нас тоже на ошейничке ничего с них не убудет мы их жалеем все стараемся побольше всунуть в ротик вкусненького а то что на поводочке побудут так сэкономят нам не съедят ли слитую во дворе о прилетела прилетела и скорее к матери но мать не сильно она их отгоняет тоже пора привыкать к даму к своей пище к самостоятельности уже да Яна Яна к самостоятельности в экран прямо лезет хочет дама позировать нам да да Яна дама хочет позировать побеги скоро пристегнем пристегнем и тебя привяжем вот такая у меня прогулка дорогие друзья мои гуляю со своими девчонками и мне в радость что они гулять теперь могут и им хорошо что Марточка не нравится тебе привязанной я наносится а ты стоишь сейчас и Яну привяжем сейчас и Янку будем приучать да Янка красавица моя у нее вот таких три пятнышка от козла всего-навсего достались это не грязь это вот такие три пятнышка на одной стороне на второй и на лбу козел был пятнистый и вот нам от папы осталось всего три пятнышка такие светло-топленого молока вот так а у Марточки ничего нет чисто беленькое что ты там кушаешь Яна что-то трюхлявое нашла вот они такое любят кору какую-то трюхлявую из чего-то осталось они кору эту всю поедают вот желудок конечно еще у козлят к этому не приспособлен но она все вот где-то найдут кору и давай трюхлявую эту трюхлятину эту с деревьев таких старых поедать сейчас поставим вам зерно плющ комбикур малышам может они кто-то хватит немножко под ногами будет стоять мисочка может кто-то и ухватит хорошо спасибо дам что не это это Продолжение следует...